В информационной студии телеканала Север Иван Никонов здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. Рабочие места для жителей Ненинского округа в новой нефтедобывающей компании и модульная пекарна для поселка Амдерма. На еженедельной планерке губернаторы обсудили актуальные вопросы для региона. 270 незаконно добытых экземпляров Нельма, а также несколько мешков Наваги, Щуки и Налима изъяли у жителей Ненинского округа. Сотрудники отдела Росрыболовства и регионального управления ФСБ провели рейд в акватории Печоры. Мандарины по кусачим ценам и золотые помидоры к новогоднему столу, из-за чего складываются цены в наринмарских магазинах. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом. В числе заболевших жители Неринмара, Тельвийске и Иногородние. Такие данные на утро 23 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 является 754 подтвержденных случая. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 7 пациентов. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 49 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получает лечение 17 человек. Находится на амбулаторном лечении 32. 31 декабря детские сады в Ненецком округе работать не будут. Такое решение было принято в ходе еженедельного расширенного совещания при главе региона. Напомню, ранее Юрий Бездудный дал поручение профильному ведомству провести мониторинг при наличии потребностей и решить вопрос с организацией дежурных групп в детских садах. Как сообщила вице-губернатор Наталья Сидорова, в субботу 26 декабря детские сады будут работать, как и все бюджетные организации округа. Что касается 31 декабря, на селе потребности в открытии детских садов нет. В садах на территории города на сегодняшний момент потребность низкая. Кроме того, требования Роспотребнадзора запрещают открывать дежурные группы, потому как из-за пандемии коронавируса не допускается смешивать детей разных возрастов, из разных коллективов в одну дежурную группу. В ходе еженедельного совещания обсудили также тему предоставления рабочих мест жителям Ненецкого округа. Глава региона Юрий Бездудный поручил разработать программу подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. Ольга Руссолова раскроет тему. Проект совместного предприятия акционерных обществ «Газпром» и «Лукоил» подразумевает освоение Лаевожского и Войневийского нефтегазоконденсатных месторождений. Планируется, на обслуживание данного мероприятия будет задействовано более 1200 человек. Губернатор подчеркнул, что для округа принципиально важно, чтобы часть новых рабочих мест заняли местные жители. Наша позиция округа такова, что работать должны в том числе и наши специалисты. В этой связи проговорили о том, что совместно с нашим департаментом образования компания, совместное предприятие отработает перечень специальностей рабочих, специальностей, которые будут необходимы в работе. И с большой вероятностью мы можем открыть на базе одного из наших колледжей специальности по подготовке этих рабочих профессий. Кроме того, достигнута договоренность с руководством «Газпрома» и «Лукоила», что предприятие будет зарегистрировано в Ненинском округе. По словам губернатора, это произойдет уже в феврале 2021 года. Еще один важный вопрос, который обсуждали на еженедельной планерке губернатора – ситуация с пекарней в Амдерме. Летом туда планируется доставить модульное здание с оборудованием. Мы направили из расчета выход хлеба 150 кг в сутки. Почему так много? В настоящий момент мы понимаем, что сейчас наше население потребляет хлеба по минимуму, но летом к нам приходят наши кочевые оленеводы, семьи, которые зарегистрированы в поселке. Каждая семья заказывает от 150 до 200 булок хлеба на выпечку. Планируется, что производительность пекарни составит 100-150 кг хлеба в сутки. Летом потребность в хлебе вырастет. Ежемесячно выпечка планируется в объеме 1000-1200 булок в день. Мы ожидаем бюджетную сессию заполярного района, в рамках которой будет рассмотрено выделение средств на приобретение модульной хлебопекарни. И уже приобретение самой хлебопекарни в начале периода навигации. Модульное здание и оборудование может быть доставлено в Амдрому только с началом навигации. В связи с этим глава региона поручил профильному ведомству обеспечить бесперебойную доставку хлеба в поселок до того, как туда будет доставлена и введена в эксплуатацию новая пекарня. Самый главный вопрос на сегодня – это обеспечить жителей хлебом бесперебойно, чтобы жители не испытывали никакой нужды в хлебе. На сегодняшний день между Обществом Заполярное и Каратайским Потребительским Обществом подписан договор о выпечке для нужд поселка 100 буханок хлеба раз в неделю. Также у муниципалитета есть договоренности с Наринмарским авиаотрядом о безвозмездной доставке хлеба в поселок. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». 270 незаконно добытых экземпляров Нельма, а также несколько мешков Наваги, Щуки и Налима были изъяты у жителей Ненецкого округа. Нарушители задержали 22 декабря в ходе совместного рейда отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ненецкому округу и регионального управления ФСБ. В ходе рейда был выявлен факт незаконной добычи водных биологических ресурсов и в ходе контрольных мероприятий были изъяты незаконно добытые водные биологические ресурсы. 270 экземпляров Нельмы, и помимо Нельмы Навага, Щука и Налим. И предварительный ущерб водным биологическим ресурсам составил более 5,5 миллионов. Сейчас ведомство проводит административное расследование, устанавливаются все факты произошедшего, опрашиваются лица, причастные к совершению правонарушения. Если в их действиях будут установлены признаки состава преступления, предусмотренные 256 статьей Уголовного кодекса, материалы дела будут переданы в органы дознания. Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов напоминает, несмотря на то, что Нельма выведена из Красной книги, ее добыча может осуществляться только по предварительно оформленной путевке. Сказочно высокие цены – миф или реальность? В редакцию телеканала «Север» обратились жители региона с просьбой осветить тему повышения цен на продукты питания. Наталья Дуркина расскажет подробнее. Очень дорогие в этом году яйца. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с пандемией, может быть, еще с чем-то. Но рост цен на продукты питания просто возросли в несколько раз. Татьяна Порошкина уже стала своеобразным экспертом. Выбрать качественные и относительно недорогие овощи и фрукты может с закрытыми глазами. Ведь ежегодно для себя и своих близких женщина делает домашние заготовки. Однако в этом году чутье подвело мастерицу. И я решила воспользоваться теми ценами, которые были действительно, будем говорить, что якобы хорошего качества. Но на самом деле из-за того, что я покупала на закрутку не по уцененке, в этом году у меня уже за 2,5 месяца взлетело 4 банки. Претензии не только на сказочно высокие цены, но и к качеству самой продукции. Ведь перед закруткой Татьяна Аркадьевна попробовала овощи и, мягко говоря, осталась недовольна. Организм требует фруктов и овощей, как бы там ни было. Ни сколько мяса, а именно тех же кабачков, баклажанов. Посмотрите, 280 рублей обыкновенная трава. Это же кабачки, это трава. И она 280 рублей. Меня, например, как пенсионерку, сращают в этом году цены, которые возросли. Доставка продуктов в наш отдаленный регион в межсезонье осуществляется только авиатранспортом. Навигация завершилась еще в октябре, а зимняя ледовая дорога на Большую Землю из-за теплой погоды еще не открылась. Мы общались с бизнесом, они предупреждали о возможном повышении цен на товары, но это не все товары. Это только товары с коротким сроком реализации. Все к ним относятся фрукты и овощи, молочная продукция, яйцо. Ну и, соответственно, эти товары, которые ввозятся на территорию округа авиационным транспортом, на них, конечно же, возможно повышение цен. Доставка товаров наземным транспортом оценивается в 25 рублей за килограмм, а авиасообщение в 4 раза дороже. Стоит отметить, что основная часть товаров была завезена в период осенней логистики, и цены на нее не повышались. Теперь, что касается продуктов из потребительской корзины. По сравнению со вторым кварталом 2020 года, цены на некоторые товары выросли. В потребительскую корзину входят хлебобулочные изделия, масло, яйца, сахар, овощи и фрукты и многое другое. По данным Росстата, в Неницком округе максимальный чек такой корзины составляет около 6 тысяч рублей. По словам руководителя департамента финансов Татьяны Лагвиненко, в основном цены выросли на овощи, фрукты, растительное масло. Но в целом все 42 позиции доступны для жителей округа. В целом, по Наримару, все продукты присутствуют. Потому что там основные такие, как фрукты свежие, они большие, допустим, разные могут быть. Конфеты, печенье, соль, чай, специи у нас есть. Всегда сыр, яйца. Чего-то такого, чтобы не было, по крайней мере, не отмечу. Необходимо отметить, накануне в Государственной Думе были приняты поправки о регулировании торговой деятельности на территории России. Благодаря этому был упрощен механизм государственного контроля над розничными ценами на отдельные виды социально значимых продуктов. Мы правительству наделили правом устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок до 90 календарных дней. Раньше эта норма была 30 календарных дней при росте в 30% и более. То есть мы как бы ужесточили вот этот режим и дали правительству меры, которые они могут оперативно ими пользоваться. Возможным повышением цен обеспокоен и глава региона. Юрий Бездудный дал поручение профильному департаменту держать на контроле данный вопрос. Даю вам поручение жестко осуществлять мониторинг цен на основные продукты питания. Жестко мониторить и в случае, если вдруг необоснованное повышение цен происходит, бить тревогу и реагировать на это. Мы не должны допустить роста цен на основные продукты питания. В данный момент проводится проверка торговых точек прокуратуры Ненецкого округа. В случае обнаружения необоснованного повышения цен будут предприниматься жесткие меры. Проверка продлится до 31 декабря. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Налоговая инспекция напоминает, что с 1 января 2021 года будет отменен единый налог на вмененный доход. Всем предпринимателям необходимо до конца года выбрать новую систему налогообложения. Организации и индивидуальные предприниматели вправе выбрать как общую систему налогообложения, так и упрощенную. Определились у нас 107 налогоплательщиков, применяющие единый налог на вмененный доход и не совмещающие другие системы налогообложения. Это составляет примерно 75% от тех плательщиков, которые обязаны перейти. То есть на сегодняшний день необходимо определиться 34 налогоплательщикам и выбрать специальный налоговый режим. Либо патентную систему налогообложения, либо уплату упрощенной системы налогообложения. Если к бизнесу не применимы эти специальные налоговые режимы, то тогда плательщики ЕНВД автоматически переходят на оплату по общей системе налогообложения. Чтобы определить, какой вид подходит к конкретному бизнесу, можно обратиться к сервисам, расположенным на сайте Федеральной налоговой службы, либо напрямую в Межрайонную налоговую инспекцию. Либо кто-то из налогоплательщиков выбирает себе систему налогообложения в виде и определяет ее статус самозанятого, тогда это можно сделать самостоятельно через свое мобильное приложение на своем телефончике. Также Межрайонная налоговая инспекция напоминает, что на территории Ненецкого округа продлены каникулы для начинающих предпринимателей до 1 января 2024 года. Особым детям особое внимание. В Центре активного отдыха «Большуха» организовали праздник для семей с малышами, имеющих проблемы со здоровьем. Участие в мероприятии принял и глава региона Юрий Бездудный. Ну и наша съемочная группа не осталась в стороне. Ольга Руссула обо всем подробнее. На улице легкий морозец и ветер, но зимняя погода совсем не повод отложить веселье. Детвора вместе с родителями с удовольствием водят хороводы вокруг елки и с нетерпением ждет появление главного волшебника – Деда Мороза. А пока, чтобы не замерзнуть… Танцевать. Я тут Дед Мороза и Снегурочку я хотел бы увидеть. А ты что-то бы у них попросил? Да. Что? Не знаю я. А ты? Ну, спросил бы что-то, что-то такое. Я попросил… Я попросил телефон с новой колонкой, а мой брат еще и мороженое с PlayStation 5. На протяжении уже шести лет мы приезжаем каждый год на такие мероприятия. Нас приглашают отдельно, пишут всевозможные смски, завлекают нас. Нам очень нравятся эти праздники. Ты подарок уже попросил у Деда Мороза? Нет. Нам скажи, уже один подарили, сегодня еще один подарят. Ого, слушай, ничего себе. А что ты хочешь, чтобы Дед Мороз? А теперь белая. Белисипед. Несмотря на то, что праздник проходит на ура, организаторы волнуются. Ведь в таком формате елка в Центре комплексного обслуживания состоялась впервые за всю историю. Я думаю, у нас все удалось. То, что мы запланировали, у нас все удалось. И вот сейчас посмотрим по итогу мероприятия, спросим мнение родителей и детей. Но обычно у нас проходит все хорошо. И вот кульминация праздника. Новым годом поздравляем! После традиционных хороводов Дедушка Мороз вместе с главой региона Юрием Бездудным приступил к главной миссии – раздачи подарков детворе. Расскажу, что свежок. Елка замечательная, ростовые фигуры, дети совершенно довольные. Погода прекрасная, морозно, снежно. Поэтому сегодня в преддверии Нового года проявили такую замечательную елку на Большухе. Получил необыкновенное удовольствие от того, что скоро Новый год. И я тоже верю в то, что и мои мечты тоже будут сбываться, и мои желания какие-то. Это, конечно, здорово. Игровую программу для детей «Здравствуй, Новый год» организовал творческий коллектив клуба «Созвездие» поселка Искателей. Праздник прошел с соблюдением эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». До Нового года осталось всего 8 дней. В преддверии волшебного праздника мы продолжаем наш проект «Новогодние странички». В наших выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории или традициях зимнего праздника. Сегодня мы расскажем, как красиво и недорого оформить праздничный стол и какие блюда нужно выбрать, чтобы угодить символу года белому металлическому быку. За полезными советами в один из местных ресторанов отправилась Любовь Пермякова. Шеф-повар одного из местных ресторанов Дмитрий Белыш готовит праздничные блюда. В это время его коллеги занимаются сервировкой. Даже салфетки на новогоднем столе должны выглядеть красиво. Это делается так, чтобы попышнее не было, да, с салфетушками. В зависимости от формы и размера стола можно выбрать декоративный элемент, который станет центром композиции. Для круглого стола подойдет венок со свечами или букет цветов в низкой вазе. На прямоугольном столе будет хорошо смотреться продолговатая хвойная гирлянда. По словам сотрудников ресторана, не стоит забывать и о свечах, по праву считающихся одним из главных украшений праздничного стола. Мерцание пламени создаст уютную и сказочную атмосферу. Когда наряд для стола готов, выносят блюда. Это салат из запеченных овощей, это салат из курицы с беконом и соусом песто. Значит, так как у нас год стального быка белого, то есть говядина, то в этом году, ну не то чтобы прям нежелательно, но лучше воздержаться от говядины на столе новогоднем непосредственно. Приготовить такие салаты в домашних условиях, по словам Дмитрия Белыша, очень просто. В духовке запекаются нарезные овощи, заправляется аджикой, выкладывается это все на листья салата и добавляется соус. Ну а если вы хотите удивить гостей и преподнести традиционное блюдо необычно, вот вам еще один совет. Дабы избежать на новогоднем столе стандартной банальщины, селедка под шубой, как естественно, да, оливье, чтобы это было как-то немного интереснее, вот предлагаю вот такой вариант подачи. Это, в общем-то, и есть этот салат, но мы здесь заменили селедку красной рыбой, в данном случае это семья. Ну, можно горбуша, если бюджет не позволяет. Вот, любая красная рыба, в общем-то. И вот такая вот интересная подача, это даже проще, чем его собирать на одном блюде и смотрится очень даже неплохо. Такое знакомое с детства нам блюдо можно украсить долькой лайма. Кстати, праздничную сервировку можно дополнить именными рассадочными карточками в красивых держателях или бонбоньерками с небольшим сюрпризом для каждого гостя. Самое важное, что должно быть за новогодним столом, это семья. Чтобы рядом сидели близкие люди, которые займут пустые места, наполнят пустые бокалы и вместе проведут этот Новый год в кругу семьи. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.